Баруха Шем, возлюбленная, благословенно имя Господа. Со мной моя прекрасная жена Синтия. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Дорогая, я помню, что в то время, как я отправился учиться в колледж, это был 76-й год, помню, в то время столько людей принимали наркотики. Я был в шоке от этого, я не мог понять, почему они так спокойно к этому относятся. Та среда казалась мне ужасающей. И, оглядываясь назад, я благодарен Богу за то, что меня это пугало, потому что у Бога было для меня предназначение. Их устраивало то, что с ними происходило. А я считал, что это неправильно. В чем была между нами разница? Я скажу, это был Господь. Да, я согласна. Я знаю, что Бог выбрал тебя. У Него было для тебя призвание. И Он не хотел, чтобы тебе было комфортно в той среде. Он хотел, чтобы ты искал чего-то большего. Я думаю, что то же может происходить и в жизни наших зрителей. И я молюсь о том, чтобы вам было некомфортно из-за того, что вы видите вокруг, как было с Равином Кёртом, когда он был в колледже. И чтобы вы хотели больше узнать о том, кто призвал вас в Его Царство. Шалом, возлюбленные! Баруха Шем! Благословенное имя Господа! Это последний выпуск второго сезона программ под названием «Как Иисус выполняет библейский иудаизм». Я рекомендую вам пересмотреть все предыдущие выпуски этой серии. Я рассказываю об истинах, о которых многие еще не слышали. Мы разбираем то, как люди спасались в Танахе, Ветхом Завете, и сравниваем это с тем, как люди спасаются в Новом Завете или Брит-Хадаша. Мы начали с того, что корень спасения лежит в суверенности Бога и Его выборе. Я показал вам, как Бог выбрал Израиль среди всех народов Земли. Потом мы говорили о том, как Бог выбирает людей, чтобы они познавали Его. Я показал вам, что Авраам знал Бога, потому что Бог сам суверенно решил открыться Ему. Вначале Авраам услышал Бога, а потом Бог явился Ему. И благодаря всем этим встречам Авраам пришел к живой вере и отношениям с Богом. Вот почему Библия называет Авраама «отцом всех верующих». Мы спасаемся верой, но откуда берется эта вера? Вера приходит, когда Бог суверенно решает вложить ее в нас. Именно об этом писал апостол Павел в послании к Ефесинам, 2 главе, 8 и 9 стихах. Он сказал, «Вы спасены по благодати через веру. И это не ваша заслуга. Это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился». А сейчас давайте перейдем к 6 главе Евангелия от Иоанна. И там я покажу вам, что вера — это плод откровения. А откровения получают не все. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Иоанна, 6 главу. Мы рассмотрим слова Иисуса. У меня есть две причины, почему я хочу поделиться с вами этой истиной. Во-первых, я обещал себе проповедовать Слово Божие именно так, как оно написано. Я мог бы пропустить это и не учить об этом, потому что некоторые люди не готовы это принять. Но я хочу быть верным Слову Божьему. Это первая причина. Вторая причина в том, что я считаю, что это действительно поможет вам. Я считаю, что это откровение поможет вам укрепить вашу веру в Господа. Итак, Иоанна, 6 глава. Трава сохнет, цветы вянут, но, слава Богу, Слово Господа пребывает вовеки. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 35 по 40 стих. Иисус сказал, «Я сам и есть хлеб жизни. Кто приходит ко мне, тот никогда не останется голодным, и кто верит мне, тот не будет испытывать жажды». Но, как я уже говорил вам, вы видели меня, и все равно не верится. Все, кого Отец дал мне, непременно придут ко мне. И кто придет ко мне, того я никогда не прогоню. Ведь я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что сам хочу, но чтобы исполнять волю того, кто послал меня. А воля пославшего меня заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он мне дал. Но чтобы в последний день я воскресил их. Воля Моего Отца заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную. Я воскрешу Его в последний день. Бывших там иудеев разозлило то, что Иисус сказал, «Я хлеб, пришедший с небес». Давайте разберем этот эпизод. Иисус находится с людьми, которые знали Его всю Его жизнь. Но они знали Его как Сына плотника, Сына Марии и Иосифа. А теперь Он говорит, «Я хлеб, пришедший с небес. Если вы примете Меня, то будете иметь жизнь». Они не могли этого принять. Они думали, «Ну, кем Он себя возомнил?» Но обратите внимание, что здесь Иисус говорит, что Он пришел спасти всех, кого дал Ему Отец. Послушайте еще раз 37 стих. «Все, кого Отец дал Мне, непременно придут ко Мне, и кто придет ко Мне, того Я никогда не прогоню». А теперь 39 стих. «Воля пославшего Меня заключается в том, чтобы Я не потерял никого из тех, кого Он Мне дал». Иисус очень четко говорит здесь, что Он спасет тех, кого привел или кого дал Ему Отец. Это очень важно понять. Я знаю, что кому-то будет сложно это принять, но я прочту вам это еще раз. Иисус не имел никаких иллюзий относительно того, что сделает Его смерть. Когда Иисус ходил по земле, Он понимал, что Его смерть на кресте не спасет всех. Он знал, что Его смерть на кресте спасет только избранных. Его смерть и воскресенье спасут лишь тех, кто были избраны Отцом. Хочу кое-что прояснить. Смерти Иисуса на кресте было достаточно, чтобы спасти весь мир. Но Он знал, что Его смерть и воскресенье спасут не всех. Он знал, что спасутся лишь те, кого дал Ему Отец. Послушайте это еще раз. Это 37 стих. Вот какова воля Отца. Все, кого Отец дал Мне, непременно придут ко Мне, и кто придет ко Мне, того Я никогда не прогоню вон. И 39 стих. А воля пославшего Меня заключается в том, чтобы Я не потерял никого из тех, кого Он Мне дал. Миссия Иисуса состояла в том, чтобы спасти тех, кого дал Ему Отец. А мы продолжим читать 41 стиха. Бывших там иудеев, под иудеями, Иоанн подразумевает религиозных лидеров иудаизма. Он говорит не обо всех евреях, потому что в первой церкви были одни евреи. Ученики тоже были евреями. Поэтому очевидно, что Иоанн имеет в виду не всех евреев, а именно религиозных лидеров иудаизма. Бывших там иудеев разозлило то, что Иисус сказал, «Я хлеб, пришедший с небес». Они говорили, «Разве Он не Иисус, сын Иосифа? Мы же знаем и отца, и его и мать». Как Он может говорить, «Я пришел с небес». Иисус сказал, «Не возмущайтесь. Никто не может прийти ко Мне, если Отец, который послал Меня, не привлечет Его. Я воскрешу Его в последний день». У пророков записано, «Они будут все научены Богом. Каждый, кто слушает Отца и учится у Него, приходит ко Мне». Обратите внимание, что Иешуа повторяет свои слова. Он снова говорит, «Я хлеб, пришедший с небес». Они думают, «Кем Он Себя возомнил? Он же Сын Плотника. Мы знаем Его родителей». Как Он может говорить, что Он пришел с небес? Библия ясно говорит, что они возмущались по этому поводу. Но Иисус сказал, «Не возмущайтесь». Иными словами, они поставили Себя выше Иисуса, осуждая Его. Но Иисус говорит, «Не думайте, что вы можете судить Меня и решать, кто Я». Еще Он сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если Отец, который послал Меня, не привлечет Его». Иными словами, Он говорит, «Вы думаете, вы судите Меня?» Но на самом деле, никто не знает, кто Я, пока Отец не откроет им это. Поэтому в следующем стихе сказано, «Каждый, кто слушает Отца и учится у Него, приходит ко Мне». Итак, многие не верили в Иисуса, но Он не был расстроен из-за этого, потому что Он знает, в чем заключается Его миссия спасти тех, кого дал Ему Отец. И Он повторил это буквально несколько раз. Вы только что это видели сами. Он знал, что спасет лишь тех, кого дал Ему Небесный Отец. Я каждый вечер молился за исцеление и освобождение, но были несколько случаев, которые особенно запомнились мне. Там была одна женщина, которую годами мучили демоны. Она рассказывала, что пока она спала, демоны пихали ей в горло какую-то демоническую еду. Эта женщина 10 лет страдала от демонов. Когда вы призывали силу Божию, сила Божья сошла и прикоснулась к ней. Она упала, и у нее началась сильная рвота. Вы можете сами видеть, что сейчас она полностью восстановлена. Когда я молился за освобождение людей, эта женщина начала биться в конвульсиях. Ее рвало. Затем она свидетельствовала о том, как все те нечистые духи, которые были в ней, вышли из нее, и теперь она свободна. Я видела, как Господь освободил меня полностью. И сейчас у меня нет никакой головной боли. Я чувствую невероятную легкость. Слава Богу за это. Я знаю, что Господь любит меня. Сегодня Иисус освободил вас, и мы хотим связать вас с хорошей церковью, чтобы вы могли дальше следовать за Иисусом Христом и ходить в еще большей свободе в своей жизни. Аллилуйя! Иисус говорит, «Тот, кто ест тело Мое, и кто пьет кровь Мою, тот находится во Мне, и Я в нем». Затем Он говорит, «Он будет жить вечно». А теперь 59 стих. Иисус сказал это, когда учил в синагоге в Капернауме. Некоторые из учеников оставляют Иисуса. Многие из Его учеников, услышав это, говорили, «Это какие-то непонятные слова, непонятное учение, и кто только может Его слушать». Иисус понял, что Его ученики остались недовольны Его словами, и сказал им, «Вас это задевает». Он продолжал, «Поэтому Я говорил вам, что никто не сможет прийти ко Мне, если Ему это не будет дано Отцом». Иисус снова говорит об этом. Он снова объясняет, кто Он. Многим сложно было это принять. Многие возмущались. Многие ушли, и остались лишь некоторые. Иисус объяснял это так. «Никто не сможет прийти ко Мне, если Ему это не будет дано Отцом». Иными словами, Иисус понимал, что Он пришел на землю, чтобы спасти тех, кого дал Ему Отец. Давайте посмотрим на 10 главу Евангелия от Иоанна. Многие из вас знакомы с историей о добром пастыре. Здесь Иисус повторяет то же, что и в 6 главе. Не забывайте, что трава сохнет, цветы вянут, а Слово Господа пребывает вовеки. Аллилуйя. В Евангелии от Иоанна 10 главе Иисус говорит о вечной жизни. «Я хороший пастух». Это 14 стих. «Я знаю своих, и они знают Меня. Также и Отец знает Меня. Я знаю Отца. Я отдаю жизнь Мою за овец». Из-за этих Его слов началось разделение. Посмотрите на 19 стих. «После этих слов, мнения слушавших иудеев, опять разделились». Многие говорили, «Он одержимый и бредит. Зачем Его слушать?» Другие говорили, «Одержимый так бы не говорил. Разве может демон открывать глаза слепым?» А теперь давайте посмотрим, что Иисус думал об этом разделении. У всех было свое мнение о том, кто Он. 24 стих. «Вокруг Него собрался народ». «Сколько Ты еще будешь держать нас в недоумении?» Говорили они. «Если Ты Христос, то так и скажи нам». Иисус ответил. «Я уже говорил вам, но вы не поверили. Обо Мне свидетельствуют дела, которые Я совершаю от имени Моего Отца». Затем Иисус озвучивает причину, почему они не поверили. 26 стих. «Вы же не верите Мне, потому что вы не из Моих овец. Мои овцы слышат Мой голос, Я знаю их, и они идут за Мной. Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут. Их у Меня никто не отнимет. Отец Мой, который дал Мне их, превыше всех, и никто не может забрать их из рук Моего Отца. Я и Отец одно». Видите? Иисус говорит здесь то же самое. Кто-то верит, а кто-то нет. Одни осуждают Его, другие верят Ему. А тем, кто не верит, Иисус говорит, что они не верят, потому что они не Его овцы. Послушайте еще раз. «Вы же не верите Мне, потому что вы не из Моих овец. Я знаю Моих овец, Отец дал их Мне». Видите? Иисус четко понимал свою миссию. Он никогда не считал, что Его смерть и воскресение принесут спасение всему миру. Он знал, что Его жизни служения принесут спасение избранным. И сейчас я докажу это вам из 17 главы. Мы снова рассмотрим слова самого Иисуса. Это последняя большая молитва Иисуса, записанная в Писании перед Его уходом на крест. Часто ее называют молитвой первосвященника. Иисус уже настроился на крест, и Он изливает Отцу свое сердце. Он знает, что скоро покинет этот мир, поэтому молится о защите своих овец. Итак, давайте откроем 17 главу Евангелия от Иоанна и начнем с 1 стиха. Закончив говорить, Иисус поднял глаза к небу и сказал, «Отец, настало время. Прославь Твоего Сына, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Всем тем, кого Ты дал Ему». О ком здесь говорит Иисус? О тех, кого дал Ему Отец, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ну, а мы перейдем к 6 стиху. «Я открыл Твое имя тем, кого Ты взял из мира и дал Мне. Они были Твоими, и Ты дал их Мне, и они соблюдали Слово Твое». Он открывался не всем, а тем, кого Отец дал Ему. И 9 стих. Это будет последний стих. «Я знаю, что некоторых из вас переполняет радость, а некоторые думают, что здесь происходит. Но давайте наполнимся миром Божьим и Его любовью». Бог желает, чтобы вы знали, что вы любите Его и верите в Него, потому что Он избрал вас и первым полюбил вас. Итак, послушайте 9 стих. «Я молюсь о них. Молюсь не обо всем мире, но о тех, кого Ты дал Мне, потому что они принадлежат Себе, как я, верующий еврей, родившийся в Бичвит-Агайо, в месте, где плотность еврейского населения на втором месте после Израиля. Почти все в моем городе были евреями, все мои школьные друзья были евреями. Всего один мой друг не был евреем, но и христианином его никак не назовешь. Как же я, еврей, живущий во враждебно настроенной среде, смог остаться верующим в Иисус? Все потому что я знал, что меня избрал Бог. Потому что я знал, кто я. Как Бог пришел к Аврааму и открылся ему. Так же Бог пришел ко мне и показал мне, что Иисус живой и реальный. Я прочел в Слове Божьем, что это дар, и что он открывается только своим. И поскольку я знал, кто я, и что Бог избрал меня, я смог пережить отверженность и давление. Я знаю, кто я. Я знаю мое предназначение. Я не думаю, что я сам пришел к этому. Если бы я думал, что это произошло по моей воле, а не потому что Бог меня избрал, то я уже давно бы отступил от Бога. Но когда вы знаете, что вас избрал Бог, то у вас будет радость, сила и эффективность, которую вы еще никогда не знали. Бог избрал вас. Проглотите это. Иисус сказал, что мы должны есть Его слова. Он сказал, «Тот, кто не ест тело мое, и кто не пьет кровь мою, в том, не от жизни, ешьте Его слава». Скажите, «Бог избрал меня». Положите руку на сердце и повторяйте за мной. Отец Небесный избрал меня. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, «Не вы избрали меня, а Я избрал вас». Положите руку на сердце и скажите, «Иисус, ты избрал меня». Возлюбленные, вы находитесь в Царстве Божьем. Вы находитесь рядом с Богом, потому что Он любит вас. Он любил вас еще до вашего рождения. Он избрал вас до вашего рождения. Когда вы были мертвы в своих грехах, вы уже были избраны, так сказано, в послании к Ефесиным. Надеюсь, вы это поняли. Давайте закончим второй сезон словами из послания к римлянам. Опять же, трава сохнет, цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Аллилуйя. Павел говорит о том, что Израиль — это избранный Божий народ. Но при этом лишь немногие в Израиле поверили в Иешуа. И Павел спрашивает, «Как такое возможно?» Затем он сам отвечает на этот вопрос, рассказывая об избранном остатке. Он приводит в пример «Время Ильи». В это время большая часть израилетян отступила от Бога. Весь народ был в отступничестве. И Илья взывает к Богу. «Из верующих в тебя остался только я». Что же Бог ответил ему? Римлянам, 11 глава, 4 стих. «Но что Бог ему ответил? Я сохранил себе 7 тысяч человек, которые не преклонили своих колен перед Баалом». Так и сейчас есть остаток избранный по Божьей благодати. А если по благодати, то значит не по делам, не по человеческому желанию, а по Божьей милости. «Отец милостив к вам». Он так сильно любит вас, и Он хочет, чтобы мы обрели безопасность в Его любви. Но Он никогда не оставит и не покинет вас. Вы всегда можете доверять Ему. Ваше спасение в безопасности. Бог любит вас. И это никогда и ни при каких условиях не изменится. С вами был Равин Кёрт Шнайдер. Я тоже люблю вас. Пусть Бог благословит вас. Шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры Игорь Негода Субтитры Пусть Бог Отец Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. Это был последний выпуск серии программ «Как Иисус выполняет библейский иудаизм». Второй сезон. Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести копию, зайдите на наш сайт. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение узнавая еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерою добрую, утрясенную и нагнетенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением с помощью новой книги Кёрта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхий и Новый Заветы, и как Иисус совершает иудаизм.